Каждый день, друзья, меняются живые цветы при входе в гостиницу, в холле. Здесь люди приезжают, выезжают. И каждый день живые цветы. Хочу сказать, друзья, что у нас тут неожиданные проблемы возникли с интернетом. То есть, первый день что-то совсем плохо было, мы пошли прикупили. Потому что у нас как бы говорится, что все включено вместе с интернетом. Но когда мы пошли разбираться, нам говорят, это вот если в холл спуститься тогда. А так не обязательно. Короче, я купил за 60 долларов на неделю интернет. И лучше не стало особо. Но так как-то мы почесали репу, а с утра вроде ничего. Вроде ничего и так. Мы еще думаем, мы сейчас с первого этажа поднимемся на шестой. Может быть, там получше. И действительно поднимаемся на шестой. И там уже не два пара, не две полосочки. А уже четыре из пяти. Ну, думаю, ладно. И действительно пошло. Я там несколько видео подвесил. Вот вы их видели. А на следующий день, это был понедельник, сегодня вторник, утро. Вот вчера. Вчера была просто катастрофа. С утра я еще что-то подгрузил. А дальше, ну, труба полная. И труба состоит в частности в том, что не открывается ни Google, ни YouTube. Какие-то сайты немножко открываются из того, что я пользуюсь. А какие-то нет. И я уже начал изгаляться. Я думаю, давай-ка я пойду. У меня есть удаленный доступ к моему компьютеру, который в офисе стоит. И я начал. Кое-что видно оттуда. Но чтобы видео выгрузить, я попробовал его туда скопировать. Но это часами занимает. Скорость вчера была совсем низкая. Плохо. И что-то меня дернуло попробовать установить Tor-браузер. К счастью, это удалось. Потому что на самом деле могла страничка этого Тора тоже не открываться. Но она открылась. Я там за 20 минут загрузил этот несчастный Tor-браузер. Потом его восстановил. И тут начались чудеса. Значит, как только меня стали распознавать в Чехословаке, в Чехии, в Германии, в Голландии. Я вижу, потому что на YouTube, там на иконке, когда мы вот из Мексики были, там было YouTube MX. А дальше там ДИИ, там в Германии, СИИ, на Чехию. И видно, из какой страны она тебя воспринимает. И стало нормально. Вот я сегодня с утра подвесил то видео, которое я хотел подвесить вчера с вечера, как мы ходили в ресторан. Там Светлана капала. Она возмутила словом пипетка. Ей не нравится, что это пипетка. Она говорит, что это прибор. А для меня пипетка это, из которой капать. Ну, не суть. В общем, я вам рассказываю, что если вам нужно иметь доступ к интернету, с тем, чтобы работать и как-то нормально функционировать, вот это не то место. Даже с тормбраузером, скоростью детей и так далее. В общем, я буду искать, надо искать какое-то другое место. Вот такой совет. Счастливо! Счастливо!